Шлейка для собаки своими руками – пошаговая инструкция. Главное достоинство шлейки для собак в том, что она помогает избежать травм мягких тканей шеи домашнего питомца при его резких рывках. Как правило, у псов грудной отдел позвоночника стабилен и устойчив, в отличие от шейного. Смещение дисков может произойти только у щенков при некорректном выборе ошейника. Именно поэтому очень важно правильно подбирать шлейку для собаки, чтобы снизить риск получения травмы. В особенности это касается псов, которые любят тянуть. Преимущество шлейк. Стропы данного аксессуара не пережимают органы дыхания, еремную вену и зону щитовидки. Вот почему шлейка – это оптимальный выбор короткошеих пород, таких как мопс и бульдог. Также ее нередко используют для борзых собак, имеющих изящную шею. Таким собакам не подходят обычные ошейники из-за того, что им не представляет труда вывернуться из них. Шлейка для собак. Существует мнение, что шлейка негативно влияет на плечевой пояс и постав передних конечностей питомца, однако это вовсе не так. Правильный выбор экипировки способствует исключению вывернутых лап и пястей, косолапости. Разновидности шлейк для домашних псов. Существует множество видов этого аксессуара, поэтому чтобы выбрать или пошить подходящий, надо изучить плюсы и минусы каждого. Медицинские. Медицинская экипировка отличается от стандартной своей конструкции и предназначается для питомцев с травмами или частично парализованных. Такие шлейки внешне напоминают жилеты, занимают две трети туловища и имеют крепление около задних лап, что позволяет снизить нагрузку на задние конечности. Медицинская шлейка для собак. Для щенков. Для щенков, возраст которых менее полугода, предназначены специальные шлейки, которые позволяют следить за формированием туловища питомца и предупреждают неправильное формирование конечностей. Важно, правильный выбор изделия по фигуре питомца способствует лучшему развитию грудной клетки. Шлейка для щенков. Ездовые. Ездовые шлейки обладают специальной конструкцией, в основе которой лежат два ремня, проходящих вдоль спины. Пса и крепится в четырех точках. К ремням крепится веревка, соединяющая упряжку и питомца. Таким образом нагрузка распределяется вдоль туловища равномерно, не сдавливая шейные позвонки, а задние лапы свободны. Важно, использование такой экипировки для езды не доставляет неудобства при беге, при этом дает возможность хозяину удобно управлять упряжкой. Грузовые. Данная разновидность шлейей предназначена для тренировки питомцев. Грузовые шлейки способствуют развитию грудного отдела позвоночника, а также мускулатура. Кроме того, они укрепляют здоровье собаки и дают возможность использовать их для передвижения нетяжелых грузов во время прогулок. Благодаря оснащению распоркой, нагрузка равномерно распределяется по всему туловищу животного. Грузовая шлейка. Прогулочные. Прогулочные шлейки – основа для фиксации поводка. Такие изделия отличаются удобством, подходят для собак, которые любят тянуть и не травмируют шею при рывках. Кроме того, данная разновидность подходит для питомцев, которые ранее были травмированы. С помощью прогулочной экипировки можно приучать собаку к физическим нагрузкам, благодаря снабжению съемных элементов, которые дают возможность регулировать нагрузку. Прогулочная шлейка. Беговые. Конструкция беговой шлейки похожа на ездовую, точнее является своеобразной модификацией. Ремни проходят через спину питомца, а поводок фиксируется на круп. Это защищает собаку от травмирования во время прогулки при резких рывках. Такая экипировка изготавливается мастерами на заказ для питомцев, которые занимаются коникросом. Беговая шлейка. Разновидности шлейек для ездовых псов. Ездовой вид шлейки подойдет для массивных псов, таких как маламут, хаски и самоедская лайка. Ездовая сброя для собак обладает высоким уровнем прочности и обеспечивает комфорт для животного. Данное изделие сложно найти в обычном магазине для животных, поэтому экипировку изготавливают на заказ. Устройство имеет несколько ремней и колец, при помощи которых они крепятся. Буксировочный пояс предназначен для использования его на соревнованиях по коникросу, скиджерингу и байкджорингу. Использование данного вида шлейки является очень удобным, ведь руки лыжника остаются свободными. Между буксировочным поясом и тяговым поводком имеется амортизатор, который смягчает резкие рывки и повышает эффективность и комфорт работы собаки и лыжника. Также есть несколько модификаций буксировочного пояса, спортивное, туристическое и детское. Буксировочный пояс. Как снять мерки? Для того, чтобы обеспечить комфорт питомцу и сделать аксессуар, который не будет натирать, необходимо правильно снять мерки. Можно применить для этого обычный метр, который используется при шитье портными. Главной меркой является измерение ширины спины от начала холки до основания хвоста. Также необходимо зафиксировать следующие параметры питомца. Обхват грудной клетки при снятии мерок следует ориентироваться на самое широкое место, которое расположено за передними лапами. Обхват шеи при снятии мерок надо измерить зону расположения ошейника. Длина спины отмерить расстояние от холки до основания хвоста. В конце нужно добавить к полученным результатам 2 см, что позволит избежать облегающей посадки шлейки. Как измерить собаку? Как раскроить? Несмотря на большой ассортимент шлей для крупных, средних и мелких пород собак, иногда появляется желание изготовить шлейку для питомца. Нужной формы и размера своими руками. Тем более, что сделать это очень просто благодаря наличию в сети разнообразных поэтапных инструкций и схем, позволяющих сшить изделия на любой вкус. Некоторым удается это делать настолько хорошо, что они принимают участие в мастер-классах. Сначала необходимо снять мерки, а после этого подобрать ткань. Лучше отдать предпочтение тканям, которые применяются для фабричного производства шлейк. Также допускается их смешивание. К примеру, можно сочетать использование кожи и нейлона. Важно! Сочетание синтетических и натуральных тканей обеспечит изделию высокую прочность и облегчит вес амуниции. Говоря о легком весе, можно отметить ошейники из паракорда, которые характеризуются высокой прочностью и низким весом. Для маленьких собачек, таких как Йорк Мопс, такса Померанский шпиц, можно использовать велюр, который отличается привлекательным. Внешним видом и недорогой стоимостью. Шлейка для собаки своими руками – пошаговая инструкция. Существует большое количество вариантов, как раскроить и сшить собачью шлейку. Классический вариант – сшить между собой пару поводков и зафиксировать их в четырех точках. Пошаговая инструкция. Взять тесьму, лучше использовать прочный материал, с помощью швейного метра сделать замер. Нужно получить длину тесьмы, которая соответствует объему туловища собаки. Получившийся результат умножить на два. Взять хлопковую ткань хорошего качества, а затем вырезать из нее полоску, которая будет соответствовать длине тесьмы. Вырезанную тканевую полоску поместить между сторонами тесьмы и прошить на машинке боковые швы. Лучше всего использовать капроновые нитки. Затем пришить ремешок, надевающийся на руку хозяина. По краям сделать петли, а затем закрепить их с помощью узла. Со стороны кольца оставить место, предназначающееся для подгиба, а со стороны пряжки на пряжку и подгиб. Зафиксировать на петлях кольца и пряжку. Шить, а точнее шивать элементы амуниции необходимо качественно, иначе изделие может порваться после первой же прогулки с активным. Питомцем, который любит тянуть. Важно! Крепежная фурнитура должна быть высокого качества. Правила самостоятельного пошива. При самостоятельном пошиве амуниции для собаки важно учитывать темперамент и физическую силу питомца. Также важна цель применения экипировки для обычных прогулок или тренировок. Материал, из которого будет шиться шлейка, должен быть прочным, износоустойчивым и мягким, не должен натирать и доставлять питомцу дискомфорт. Кроме того, не должно возникать трудностей при его стирке. Шлейка должна плотно прилегать к туловищу животного, однако не должна натирать и сдавливать, а также препятствовать свободе движений питомца. Проверить, правильно ли шитое изделие, достаточно просто, необходимо поместить ладонь между туловищем пса и шлейкой. Если она легко проходит, значит все в порядке, шлейка шита по правильным меркам, и собаке будет удобно в ней гулять. Однако изделие не должно слишком сильно болтаться, иначе питомцу не составит труда в считанные минуты его снять с себя. Важно, экипировку лучше оснастить несколькими застежками. Это обусловлено процедурой надевания шлейки на питомца. Изделие должно легко надеваться и сниматься. Ремни в верхней части изделия не должны быть зауженными, врезаясь в туловище животного, так как это будет сопровождаться болями у питомца. Выкройка должна соответствовать замерам. Утяжелители для шлейк Утяжелители для шлейк предназначены для крупных пород собак. Бойцовые и служебные собаки нуждаются в тренировках, которые позволяют тренировать выносливость и восстанавливать недостаток мышечной массы. Шлейка с грузами идеально подходит для этого. Шлейка с грузами. Однако такое изделие не шьется для питомцев младше одного года. Это обусловлено тем, что костяк только начинает формироваться и утяжелители могут нанести непоправимый вред собаке. Кольца для крепления. Помимо способа крепления изделия отличается количеством колец, с помощью которых фиксируется поводок. Для повседневных прогулок с питомцем будет достаточного одного кольца. Рабочие амуниции, как правило, отличаются большим количеством колец. Их может быть три. Также может присутствовать специальная ручка, позволяющая удобно фиксировать пса рядом. Шлейки для ездовых собак включают три кольца. Упряжка фиксируется по бокам и способствует равномерному распределению нагрузки. Шлейки буксировочного типа не имеют колец, а соответственно поводок не фиксируется. Подкладка. Ездовой, грузовой и зимний типы шлейки должны иметь подкладку. В ее роли может выступать любой материал, который обладает мягкостью и дублирует изделие изнутри. Многие используют старую одежду либо другие ткани, которые отличаются низкой стоимостью. Часто используется фета, флиз и фанель. Чтобы снизить давление между слоями ткани иногда помещают поролон. Если правильно подобрать вид шлейки, затем точно снять мерки и выкроить изделие, можно изготовить шлейку для собак своими руками. А когда нет времени на самостоятельный пошив, выручит готовые изделия из зоологических магазинов.